Наш сегодня, мой доклад, посвящен такой, наверное, не очень, а может кому-то очень интересной теме, как создание STD-домальной тонкой настройки на базе дистрибутивов Windows. Значит, у меня есть одна сразу просьба. Когда мы имеем дело с тонкой настройкой, очень многие любят работать со староджами, которые построены для виртуализации. Решение одной вайли, решение других, просьба. Мы сегодня разбираем очень простую тему, что можно сделать, когда у вас просто есть Linux. Обычный дистрибутив Linux, и вам нужно на базе него разбернуть сторож с тонкой настройкой. Я почему говорю об этом? Потому что данная технология не является новой, но в каждом дистрибутиве свои особенности и не реализации. Итак, давайте рассмотрим, какие у нас стоят обычные задачи. Это создание инфраструктуры проекта с учетом всех требований к системе хранения данных, с перспективой дальнейшего расширения, но с минимальными затратами на старте. То есть очень часто необходимо развернуть какую-то систему, мы хотим заранее определить максимальные возможности в параметрах системы хранения, но ее реальности у нас нет. Вторая задача – развернуть проект с выделением требуемого объема детского пространства, превышающего текущее значение свободного места хранения. То есть достаточно задача бывает привиальная, нам нужно выполнить какое-то тестирование, развернуть какой-то проект. Места очень мало, а проект изначально требуется определить место побольше. Итак, и всегда у нас возникает два понятия – толстой и тонкой тома. Что такое толстая тома, а не тик тома? Это том, параметры которые определены заранее и содержат фиксированное количество блоков данных для хранения данных, без возможности изменения числа в процессе работы. И обращаю внимание здесь на ключевой момент – фиксированное количество блоков данных. То есть здесь у нас не имеется в виду ни сектор, ни винчестер, а именно блок данных. Тонкий том – тон, параметр который определяет не заранее, но изначально содержать небольшое количество блоков данных для хранения ям. А их количество, именно количество блоков для хранения данных, растет по мере его заполнения до определенного значения. Значит, в данной ситуации, всегда, когда мы создаем сторожа, мы всегда даем вопрос – какой том выбрать? Толстые тома, мы, как правило, чем о нем думаем? О том, что мы взяли систему хранения, у нас есть какое-то доступное пространство, мы его заранее разделили на определенные тома данного размера, и все, все замечательно. Какие же их, наверное, в этой ситуации будут недостатки? Суммарный объем всех толстых томов не может превышать общий, выделенный для них объем данных, хранящих данных. То есть, если мы создаем толстые тома, тома с толстой разметкой, то, как правило, их суммарный объем равен тому объему, который у нас есть в хранении. Превысить мы его не можем. Нерациональное использование выделенного объема из хранилища данных. В чем здесь ситуация? Очень многие столкнутся, что мы выделили, например, три тома по 50 мегабайт, в одном занято 30, во втором занято 40, а в третьем будет занято всего пару мегабайт. И у нас получается, что где-то места не хватает, а добавить, изменить разметку просто так на лету очень бывает тяжело. Отсюда и третья проблема – изменение параметров тома хранения данных в процессе работы, зачастую зависит от операционной системы, как правило проводится вручную, либо используются какие-то средства автоматизации, которые позволяют каким-то образом это сделать. Как правило, в большинстве ситуации изменение томов толстой настройки мы производим исключительно вручную. Что же, какие имеют достоинства тома-то массы? Прежде всего, можно заранее определить максимальные возможности параметра тома хранения данных для пользователя. То есть, мы можем заранее сказать, что, например, мы можем выделить 400 гигабайт, выделить 10 терабайт. При этом нас не будет интересовать вопрос, а если это физически у нас в наличии? Блоки для хранения данных в том будут добавляться из хранилища в динамическом режиме. То есть, мы создали том, а потом в него будем постепенно добавлять блоки, когда у нас там место будет заканчиваться. Позволяет рационально использовать доступную емкость хранилища данных. То есть, мы делаем в этой ситуации что? Когда в одном из томов в тонкой настройке происходит нехватка памяти, идет запрос в хранилище. Хранилище отдает блоки. Она отдала блоки, добавилась в нужный тома и продолжала импортировать. Суммарный объем тимп томов может превышать общий выделенный для них объем в хранилище данных. То есть, какой ключевой момент? Зачастую бывает необходимость создать проект, под него выделить сразу нужный объем, несмотря на то, что его реально нет. Потому что какая у нас всегда есть проблема в этой ситуации? А мы не знаем, когда тон достигнет такого размера. А вначале у нас всегда бывают небольшие объемы. Как же нам в данной ситуации необходимо сделать? Как мы можем реализовать команд тонкой настройки, используя дистрибутив Линукса, либо на его основе? Значит, мы можем создать две абстракции. Это файл, физический объект. Это традиционный подход, когда мы создаем файл, определенного размера, внутри который содержит полную структуру, сходную с форматом жесткого диска. Размер фиксированный, либо динамический. Фиксированный размер, это напоминает тома толстой настройки. Динамический тома тонкой настройки. Что в данной ситуации мы имеем? Мы имеем стандартную абстракцию, которая симулирует жесткий диск, а размер его будет увеличиваться по мере необходимости. Он будет потреблять пространство, которое ему выделено для хранилища. Блочное устройство. И вот здесь тот самый момент, который у нас всегда ставится вопрос. О том, что виртуальная абстракция может быть и блочным устройством. И оно, как правило, строится либо по одноуровневой модели, либо по двухуровневой модели. Зависит от файловой системы, зависит от того, что мы хотим создавать. Одноуровневая модель. Что в нем основной ключевой момент? Реализуется как виртуальная абстракция с жесткого диска. То есть мы делаем виртуальную абстракцию диска большой емкости, который нам необходим. Может использоваться только для толстой настройки. То есть для создания на базе него уже томов толстой настройки. То есть мы заранее его разбиваем на тома фиксированного размера и их используем. По умолчанию возможно только добавление новых блоков. То есть такая абстракция растет. Но чем она нам удобна? А в том, что мы сразу же создали винчестер нужного размера, который нам нужен большой. На нем создали толстой настройки, сделали то это как нам надо. Все хорошо, все прекрасно. А дальше в него просто добавляем свободные блоки. То есть из хранилища по мере необходимости. Общая емкость диска должна быть кратной размеру одного блока. И вот здесь есть одно маленький нюанс. Я говорю о том, что мы имеем дело с блоками выделения, так называемой чакрами. И здесь размер диска должен быть кратен чакрой, то есть размеру выделения, размеру блока. Иначе у нас может произойти ошибка. То есть у нас получится так, что если мы зададим нерациональную емкость, которая не кратная, то в какой-то момент либо блок не будет добавлен, что очень часто именно происходит, либо будет добавлен, а следующий блок получится недостаточным, чтобы его можно было сделать. Поэтому здесь надо быть очень внимательным при его расчетах. Не можете использовать в составе рейт-массивов и сложный групп. Почему? А потому что сам по себе он виртуальная абстракция. Сам по себе он не содержит полной емкости, которая есть. Это лишь абстракция, которую мы добавляем потом в блоки хранения данных. Изменение параметра возможно только в оффлайн режиме. Да, так и есть. Почему? Потому что надо диск отмонтировать, то есть прекратить работу с ними, если мы хотим изменить физически его параметры, например, его увеличить. Онлайн режим для таких абстракций не поддерживается. Двухуровневая модель. У нас есть две виртуальные абстракции. Первый – это пол хранения данных, то есть это сам непосредственный пол, где мы храним наши данные. Но здесь очень важный момент, что по хранению данных создается из физических накопителей. Он как промежуточный слой для того, чтобы можно было абстрагировать виртуальные логические атома от физической структуры. И виртуальные логические атома. Виртуальные волны у нас используют для чего? А чтобы можно было создать атома нужной настройки, нужного размера. А потом, чтобы они росли до, по мере их заполнения. Динамическое распределение блоков из полувиртуальной логические атома. Таким образом, в этой ключевой модели, которую мы видим, у нас всегда есть один момент, что мы все физические устройства объединяем в один пол хранения данных. Этот пол хранения данных разбивается на блоки, которые мы определим, размер которого мы определяем. И потом каждый блок динамически распределяется между виртуальными темами. Позволяя реализовать концепцию хранения, когда в каком-то томе места недостаточно, мы делаем запрос в пол, оттуда берем необходимое количество блоков, продолжаем работать. Если у нас истощается место в поле хранения данных, то есть именно вот непосредственно здесь, то мы что делаем? Туда добавляем новое физическое устройство, которое нам позволяет хорошо хранить данные. То есть для нас, с точки зрения администрирования и всего, это гораздо более проще и более удобнее. Типовая структура хранения данных. Значит, первым делом, что в Linux типовая структура хранения данных всегда основывается на двух уровнях модели. Одноуровневая модель используется крайне редко, ввиду их специфики. Как правило, одноуровневая модель, с чем мне приходилось работать, это тестирование и проверка. То есть когда нужно создать отставку диска, поработать с ней для того, чтобы определить дальнейшие параметры системы хранения либо оптимальные параметры томов. Основная подсистема – девайс маппер. Итак, все организуется через девайс маппер. Девайс маппер – это путь-система для создания и управления виртуальной инвестрацией в ядре Linux. Пол хранения данных Тинпул состоит из двух полов. Мета-данных и непосредственно пола для хранения данных. Может использоваться дополнительно менеджер томов LVM2. Здесь есть один маленькое замечание. Вот это в волуме групп – это LVM2. Но в девайс маппере есть своя утилита управления виртуальными абстракциями. Поэтому если нам не нужен LVM2, и нам достаточно сделать простую двухуровневую модель, то мы можем его не использовать. Мы можем использовать средства самолу непосредственно девайс маппера. Как создается пол? Сначала мы определяем размер метод данных и устройства для его хранения. Потом определяем пол для хранения непосредственных данных. И объединяем их в единый пол хранения. А на базе них мы уже создаем виртуальные тома для наших пользователей, задач и так далее. При этом размер виртуальных томов в сумме может намного превосходить размер нашего общего тонкого пола. Когда у нас возникает необходимость увеличить, то есть здесь место исчерпается, то мы делаем просто добавление нового устройства. Если же у нас есть настройка LVM2, то в данной ситуации LVM2, используя абстракцию волны групп, позволяет, в какой момент реализовать, несколько пулов хранения данных на базе физических абстракций. То есть в чем преимущество LVM2? Когда мы создаем волны групп, на базе одной волны групп мы можем создать несколько тонких томов настройки, то есть оптимизировать расположение хранения данных в системе. И, создав волны групп, потом добавлять тома, наши физические диски, через волны групп по мере исчерпания места. Возможности LVM2. В чем достоинство LVM2, если его использовать как менеджер томов с тонкой настройки? Поддержка многослойного режима работы с внутренними и внешними хранилищами. Один слой в режиме чтения, второй слой в режиме чтения записи. Что это такое? Когда мы работаем, мы можем разделить двух слойков. В одном слое мы можем положить неизменяемые данные, например, образы виртуальных машин либо контейнеров, которые загружаются и должны иметь постоянное содержимое. А к нему во втором слое можем добавлять дополнительное хранилище, в котором будет хранить уже что? Изменяемые данные, которые получаются в процессе его работы. Это очень часто используется в системах виртуализации, то есть когда мы настроим виртуализацию, нам нужно запустить, например, 50 одинаковых образов виртуальных машин, но к ним затем дополнить хранение изменяемыми талами, на которых будет храниться уже изменяемые данные. Поддержка динамической агрегации метаданных при случае при помощи демона VE-метадат, поддержка технологии VM-пэш для общих половых хранения данных. То есть ключевой момент достоинства VM-а мы можем еще и добавить кэширование. То есть это очень хорошая вещь, когда нам нужно сделать, например, быстрый пол. Но только в этой ситуации есть один маленький нюанс. Когда мы пол, тонкий пол, вот этот вот, кэшируем, тем пол, то добавление нового диска возможно только после того, как мы отключим кэш. Нельзя в нем сделать динамически, добавить, но зато можно ускорить работу всего пола. Поддержку рейд-массивов для общего пола хранения данных. Какой здесь нюанс? Рейд может использоваться как для хранения метаданных, если у нас есть необходимость обеспечить их надежность, так и рейд может использоваться непосредственно для пола данных. То есть если мы хотим обеспечить надежность хранения данных. Поддержку работы с снабжетами, с нимками и так далее. То есть в данной ситуации все функции VM-2 для такой модели очень хорошо подходят. Ключевые параметры тонких томов. Это размер виртуальных томов. То есть какие виртуальные волны мы можем создавать на базе нашего тонкого тома. Размер фрагмента выделения, или чак-сайса. И вот это очень важный теоретический момент. Почему? Потому что чак-сайс это размер выделения, то есть размер блока, который мы будем выделять из общего хранилища в наши виртуальные тома. Его размер по умолчанию задан в размере 1 гигабайт. Но с ним есть проблема. Чем больше размер тома выделения, тем есть проблемы работы со снимками. То есть надо принимать такую вот дилемму. Имеем большой блок выделения, имеем большой сторож. Кто может сказать, какой размер хранилища мы можем создать виртуальных томов, используя размер выделения 1 гигабайт? 256 гигабайт. При размере блока в 1 гигабайт можно создавать буквально крат тома емкостью до 256 гигабайт. При этом размер тома с методанами будет всего 16 гигабайт. До 16 гигабайт. То есть вы понимаете, что это очень важный момент. А если будем использовать 64 гигабайта, то есть очень маленький размер, то размер нашего тома выделения будет всего порядка 120 гигабайт. То есть виртуальный тома. Поэтому от размера блока выделения зависит то, какую максимальную емкость мы можем создать. То есть какая максимальная емкость у нас будет доступна в наших виртуальных томах. В наших виртуальных томах. Размер тома с методанами. На самом деле это крайне критическая проблема. Почему? Если у вас нет места вот дата пули, то что у вас произойдет? Том просто остановится, выдаст ошибку ищипание места и будет ждать, когда место закончится. То есть когда вы туда добавите еще блоки, добавите дополнительный винчестер, и он продолжит дальше работать. Время простоя зависит от того, насколько у вас оперативно могут добавляться туда блоки для хранения данных. А что же происходит с мета-пулом? Кто-нибудь сталкивался с проблемой мета-пулом? При ищипании данных весь пул происходит в состоянии крапшин. Его необходимо остановить, произвести операцию восстановления и сравнения данных, только после чего пул может продовольствовать свою работу. То есть потеря мета-пула крайне критична для томов тонкой настройки в лимик-системах. И поэтому заранее надо просчитать размер тома с мета-данными. Если необходимо, его использовать технологию рейтер, то есть например сделать зеркалирование, хранить пул мета-данных на двух дисках, чтобы его отказ не привел к отказу всего сторожа. То есть с пулом данных ничего страшного, если ищерпается место. Мы будем просто стоять и ждать, когда оно появится. Если ищерпался мета-данных место, пули мета-данных, приходится принимать экстренные меры к восстановлению работы сторожа. И ключевая перемена перемена определяет предельный уровень свободного места пули данных. Данная переменная определяет триггер, который выставляется, когда место исчерпается. Значение этой переменной часто всего используется для того, чтобы предупредить системного администратора о том, что место в пуле исчерпается, необходимо добавить новый диск, новое место для хранения, чтобы нужно было взять блоки и добавить пул. Параметры расчета здесь очень мелко, но я прокомментирую. Что надо делать? Прежде всего, когда мы создаем томат с тонкой настройкой на базе дистрибутива линукса, то нам что необходимо сначала? Определить хотя бы примерно сколько виртуальных томов мы хотим создавать, примерно определить размер каждого виртуального тома, и исходя из этого произвести необходимые расчеты. Первое дело, мы определяем максимальный размер переменной DataDevSizeMax, то есть это максимальный размер, который мы можем физических томов нам будет необходим для хранения наших данных. Ну, например, 100 виртуальных машин с томами размером по 500 гигабайт, по 50 гигабайт каждое. То есть, как у нас будет общий размер для данных машин? Я все считал в байтах. То есть 100 машин умножаем на 50, умножаем на значение нашего, сколько равно это гигабайтов, сколько содержится байт, получаем значение байт. Определяем размер переменной DataCFSize, то есть это то значение, которое нам необходимо для того, чтобы хранить наши данные. Чем это переменная ключевой момент? 98%. При использовании LVM-а 2% резервируется на суперблоке LVM, от 2 до 3%. И данная переменная DataDevSize определяет тот размер, имеющийся в нашем наличии, сколько у нас будет изначально доступно для создания томов тонкой настройки. Например, мы имеем физическое пространство 200 гигабайт. Сколько из 200 гигабайт у нас мы можем задействовать для создания томов тонкой настройки? Примерно 96-98%. И мы это значение определяем в байтах. Почему мы это все значение определяем в байтах? На самом деле есть одна ключевая проблема. Девайс мап и мателита DM-сетап все измеряет в блоках. А LVM может измерять как в обычных единицах, так и в нормальном человеческом представлении. гигабайтах, мегабайтах, килобайтах, терабайтах. И поэтому иногда бывает при этих расчетах очень важно сделать какой-то отправной шаг. Отправной шагу всегда лучше использовать байт. Далее. После того, как мы определили данные этих значений, мы можем уже сопоставить сколько примерно при начальной настройке будет выделено место для каждого виртуального тома. Мы можем уже оценить, что у нас имеется например 210, а максимально нам нужно 5 терабайт. То есть мы уже можем оценить сколько потом в дальнейшем нам надо будет туда добавлять места, чтобы достичь данной емкости. И сколько примерно будет выделено места на каждую машину. Далее. Определяем размер выделения. И вот здесь очень важный момент. Для девайс-маппера размер выделения определяется количеством блоков по 512 байт. То есть чтобы нам правильно выполнить настройку использовать девайс-маппер нам необходимо просчитать блоки в количестве. То есть мы сразу говорим, что будем выделять 128 блоков по 512 байт. А для LVM-а он считает это не в блоках, а в чем? В обычных единицах измерения. Байтах, килобайтах, мегабайтах. То есть вам надо для девайс-маппера утилиты DM-сетап сказать количество блоков по 512. А для LVM-а вам нужно сказать о том, что размер измеряется в таком-то например 200 мегабайт, 128 и так далее. Либо 64 килобайта. Обредить размер тома для хранения данных, мета-данных. И здесь есть формула расчета. Мы 48 умножаем на общее максимальное значение. значение переменной data-def-size-max. То есть это максимальное значение. Мы делим на размер фрагмента выделения умножаем на 48. И получаем тот размер тома метаданных минимальный, который мы должны создать для того, чтобы реализовать данную концепцию. Если нас что-то не устраивает, то есть мы видим, что, например, размер блока 128, то есть 128 блоков маловат, мы можем все это пересчитать, например, пример значения 256 блоков. И посмотреть, какой размер тома метаданных нам нужен. И вот, например, при использовании 256 блоков по 512 байт размер тома метаданных будет всего 1,83 гигабайта. То есть получается очень большое противоречие. То есть вот тот самый момент, на котором надо понимать. Чем меньше чак, тем больше нужен том метаданных. Чем больше чак, тем меньше тома для хранения метаданных. То есть вот это тот самый момент, который есть. А при этом по правилам ЛИМа, согласно документации, максимально рекомендуемый размер блоковыделения для работы со саштотами составляет 512 гигабайт. Поэтому тут очень важно немножко постараться посчитать, чтобы решить, как лучше поступить. То есть сделать очень маленький размер блоковыделения, но этих количеств блоков будет очень много, и нам будет легче работать с снапшотами, легче делать. Либо наоборот, увеличить разбор блоковыделения, это будут определенные нюансы с работой снапшотами, но зато будет маленький том для хранения метаданных. После чего нам необходимо определить, а сколько блоков нам нужно зарезервировать, чтобы сгенерировать переменную лов-вотер-мак. Сколько нам нужно? Вот это мы решаем сами. Если мы считаем, что, например, лучше, когда у нас в хранилище остается свободное место на 1024 блока или на 2000, то есть как удобнее предупредить, когда очень маленькое место и надо очень-очень быстро, либо наоборот, это значение этой перемены установить побольше, чтобы иметь возможность запас времени для того, чтобы успеть добавить новый диск и сделать все необходимое. Вот кратенько по тому, как создаются данные тома. То есть мы проводим расчет, определяем размер фрагмента выделения, комбинируя с размером фрагмента выделения, мы определяем метаданных и потом уже средствами либо ДМаппера, либо ЛВМа создаем тома в тонкой настройке. Сначала создается полнета данных, потом создается полданных, они между собой соединяются в единую виртуальную абстракцию, называются тома томной настройки. На базе их потом создают традиционные тома волны групп для пользователей и используют группы. На меня все. Если есть вопросы, спасибо. Ну, если с вопросами все, можно будет задать докладчику в кулуарах, если сейчас вопросы не возникли и может быть на следующем докладе будет не сегодня. Это завтра. В Продолжение следует...